добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц сегодня поговорим коротко клещах у меня пришел срок обработки очередной и я вам хочу напомнить о том что клещи вообще-то мы всегда считали что они боятся сухого воздуха они размножаются при сухом воздухе боятся влажного и постоянно обрыскивали свои растения зимой и летом в общем и повышали и повышали влажность это оказалось не совсем так я решила разобраться с вопросом полезла на каналы умных людей грамотных и выяснилось что оказывается клещи есть несколько видов и если кому-то страшен влажный воздух и он предпочитает не размножаться при этом то основной массе в общем и воздух то влажный не страшен поэтому приходится обрабатывать периодически я обрабатываю примерно раз в две-три недели при этом я чередую препараты сейчас объясню про препараты ну коротко совсем чередовать нужно для того чтобы не наступало привыкание чередовать нужно для того чтобы применять разные действующие вещества чтобы не приучить к одному чтобы не наступила резистентность к одному из препаратов и чередовать лучше контактные и системные препараты то есть разным типом действия уверяю вас препаратов сейчас много во всех интернет аптеках в интерн в интернет магазинах интернет именно магазинах смотрите ищите где вам ближе там и заказывайте их очень много единственное сразу себе обращайте внимание выписываете действующее вещество чтобы ну не купить одно и то же есть неплохие препараты и в обычных магазинах как например актелик у меня летом было ролик про него хороший препарат хороший от клещей хороший но в абсолютном большинстве препаратов которые продаются в обычных магазинов то что магазинах указано то что борется с клещом это ну не совсем скажем так правда вот поэтому я беру только профессиональные препараты беру импортное и соответственно применяю в домашних условиях с наименьшими рисками для проживающих в квартире я вам сейчас покажу четыре препарата которыми пользуюсь я чередую но это не значит что нужно пользоваться только ими и это не значит что нужно записывать и искать именно их посмотрите зайдите в ближайший интернет-магазин посмотрите вот я пользуюсь оберона хороший препарат хорошие мне очень нравится жидкий разводится на один литр я развожу 0,3 миллилитра вы представляете как бы ну насколько это экономно вот у меня этот пузырек оберона уже наверно два года вот он до марта 21 но наверное да вот до следующей весны я его использовала и на участке и дома вот поэтому рассчитывайте что вам нужно мой любимый карамоито это японский препарат про него есть тоже отдельный ролик поищите поиском ну или я может поставлю сейчас потом подсказочку вот этот флакон но это правда 30 миллилитров но я два года непрерывно его использую 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 на даче я там обрабатывала калину от ли но он он три в одном он и от вредителей и от клещей то есть акарицид инсектицид и еще и фунгицид то есть от болезни великолепный препарат можно взять маленькую упаковочку потому что но я немножко всегда жаднее чем не все время кажется что я там с кем-нибудь поделюсь там отолью ну вот препараты этого года которые я покупала я покупала канэмайт препарат тоже не помню верески верески обрабатывала им верески и вот такая целая упаковочка приехала домой мне кажется я один раз уже обрабатывала этим канэмайт там свои растения в основном кстати бальзамины у меня страдают напишите мне в комментариях у вас какие растения страдают больше всего от клеща и вот вот препарат который сейчас покажу чуть чуть подробнее и просто покажу на что обращать внимание такой тоже небольшой пузырек то есть я учусь брать небольшие тоже без особых запасов здесь два миллилитра и препарат называется флоромайт он контактно-кишечного действия действующее вещество всегда пишется в любых инструкциях действует на подвижной стадии клещей которые прекращают питаться в течение трех часов после применения препарата то есть не поглощается самим растением он только контактный попали на клещика значит он погиб или на личиночку там на яйца значит погибла не попали обрабатывая значит никто не погиб все живые радостные дальше размножаются поэтому правило первое это тщательно тщательно обрабатывать со всех сторон вот со всех со всех и все окружающее все 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 поддоны то есть все 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 абсолютно нужно обрабатывать при работе с контактными препаратами да и системными тоже я в общем в основном стараюсь все обработать и еще правило второе даже если вы клеща не видите скорее всего что он может быть потому что очень много проявлений если у вас листочки начинают заворачиваться может быть это клещ если листочки дырочку становятся какие-то такие мелкие мелкие проколы это точно клещ вот если листочки начинают желтеть по непонятным причинам это тоже может быть клещ поэтому я обрабатываю на всякий случай абсолютно все кроме бегонии бегония не обрабатываю не потому что клещ не может на них поселиться еще как может но бегоний пушистый лист очень пушистый сейчас я поверну и покажу сейчас приблизим вот на этой видно да то есть если опрыскивать бегонии чем угодно вот капельки даже мельчайшие они застревают волосках и соответственно приводят гнилим а про гнили его бегония вам уже рассказала поэтому я опрыскиваю бегонии в случае самой крайней необходимости и только туманным распылением своему таблицатель им умница который дает очень-очень мелко дисперсное такое вот распыление так поэтому обрабатываем не пренебрегаем вот этим всем и заканчиваю про фаллормайт производителя болт формулары сша преимущество действует на подвижные стадии клещей оптимальный эффект в течение трех-четырех дней контролирует яйца клеща ведь так как раз написано контролирует яйца клещей не уничтожает а контролирует не имеет побочного воздействия на насекомых и хищных клещей при использовании соответствии с рекомендацией хищные клещи имеется ввиду это клещи которые борются с насекомыми но эта тема то такая как бы долго не буду углубляться но например в больших теплицах например не знаю там в голландии для того чтобы уничтожить вредителей на растениях не используют препараты которые используем и не поселяют других клещей которые как раз таки и благополучно съедают вредителей которые уничтожают растения но эта тема она индустриальная скажем так на нас не касается мы не сможем это сделать поэтому боремся такими препаратами так про рабочие растворы значит написано что важно очень тщательно обрабатывать как верхнюю так и нижнюю сторону листьев и вот по дозировочке норма расхода на комнатные растения то есть на комнатных растениях использовать можно и нужно 2 миллилитра на ну 35 литров воды значит посмотрите просто мой опыт не ругайтесь если кому-то не понравится значит я себе расписываю 2 миллилитра на 35 литров на 4 литра 1 миллилитр на 2 литра пол миллилитра на 1 литр пропорции до чтобы не забыть вот и 0 25 на пол-литра я сегодня вот сегодня 17 ноября я сегодня буду обрабатывать я записала туда то чтобы мне помнить когда каким препаратом я обработала на обратной стороне инструкции я буду разводить 0 5 конечно же потому что даже 0 5 честно говоря много у меня не так много растений вот поэтому я обработаю вы мне пожалуйста напишите в комментариях вы обрабатываете профилактически или когда уже вот уже появился тогда начинаете активно бороться я предпочитаю профилактику оставайтесь нами подписывайтесь на наш канал у нас разные авторы то есть не только мое видео меня зовут анжелика я очень рада вас сегодня приветствовать и рассказывать вам про свои заботы ежедневные но оставайтесь у нас у нас есть разные авторы подписывайтесь следите вставьте лайки или дизлайки вот прямо сейчас пишите комментарии задавайте вопросы мы с вами вполне можем все обсуждать любые темы касательно цветочков растений и прочей садово-огородный вокруг садово-огородных будней до весны еще надо успеть много много всего я все вам буду показывать и также жду от вас каких-то обмена опытом каких-то предложений своих вот потому что учиться нужно непрерывно и постоянно все время что-то новое появляется и нужно быть в ногу со временем скажем так ну все еще раз напоминаю что с вами сегодня была анжелика пока пока